всем привет это евгений из architect ladder и в этом видео мы с вами сравним два оттенка shell кардаван от рокада и от harwin а именно цвет номер восемь от harwin и бургунди от рокада а также dark green от harwin и dark green там зеленый от рокада посмотрим на их оттенок посмотрим как они отличаются вы сможете подобрать для себя оттенок который вам нравится больше так уж получилось что у меня есть именно эти два цвета и от рокада и от harwin от harwin приехал темно зеленый только сейчас я его еще не видел поэтому нужно будет для начала распаковать его приехала кожа в таком тубусе первый раз я получаю кожу в таком тубусе ссылку на поставщика я укажу в описании видео обычно кожа приходит просто в завернутая в крафт и в пленку из-за чего ее довольно легко повредить для распаковки здесь же идет толстый картон что вызывает уважение внутри кожа упакована в черный черную пленку попробуем тихонечко надрезать также просил положить мне маленький кусочек кожи от jfj бейкер артикул прошел калф или русская кожа чтобы сравнить ее с harwin и посмотреть чем они отличаются напишу об этом позже в телеграм канале ссылка в описании здесь мы видим кожу shell кардаван в расцветке dark green это обратная сторона которая ничем не отличается от черного шелкардаван такой с обратной стороны темно-зеленый светло-зеленый а с внешней части он почти черный на свету можно видеть как он меняет цвет на изумрудный и этим он очень напоминает мне цвет кожи harwin shell кардаван номер восемь сейчас мы посмотрим на нее цвет harwin shell кардаван номер восемь он напоминает мне эту кожу тем что если просто кожа лежит то она такая буду то ли бургунди то ли коричневая если же посмотреть на свету то оттенок количество оттенков в разы увеличивается из-за этого кожа становится на вид очень интересная теперь давайте сравним кожу ракада и harwin начнем с цвета номер восемь и бургунди цвет бургундии мы видим а этот цвет номер восемь точнее мы видим а цвет бургунди немножко порезанный бургунди от рака да видно что обратка у него ближе к натуральному цвету лицевая часть более однородного цвета есть меньше количество оттенков нежели в цвет номер восемь от harwin обратная часть от harwin тоже немного такая пятнистая где-то видно винный цвет это коричневый здесь же цвет почти однородный только отличается с этой стороны еще раз посмотрим как на свету отличается цвет слева у меня harwin справа у меня ракада на что harwin идет переходит от коричневого в светло винный в бургунди меняет оттенок на свету при этом от ракады практически не меняется оттенок немножко становится светлее на свету также он довольно темный также камера немножко усветляет оттенок у меня вживую он чуть чуть темнее но так если посмотреть то почти не меняется такое цветопередача корректная и ближе к оригиналу посмотрим на них вместе меняются на цвет на цвету по ощущению кожа от рака до более гладкая почти что не ощущаются пальцем на ощупь не ощущаются какие-то неровности кожа же harwin более мягкая и шершавая и более матовая наверное из другой глянец виден небольшой здесь на по ощущениям она более живая и чувствуется небольшая шероховатость из-за этого многие клиенты предпочитают именно harwin за ее живое лицо кожа немножко ощущается по-другому теперь посмотрим на кожу от ракада и harwin в цвете dark green здесь у меня справа harwin слева от ракада лепешка здесь видно как отличается кожа расцветки dark green от ракада и от harwin harwin как и в предыдущем варианте меняется количество оттенков при попадании на нее света становится такая более изумрудная по ощущениям когда трогаешь кожу она также более мягкая что ли и более шершавая кожа от ракада она видно насколько у нее сильный глоссаж такая глянцевая но со временем этот глоссаж стирается и кожа становится более матовый обратка также отличается у ракада это по-прежнему натуральный цвет от harwin это такой темно-зеленый очень красивый цвет многие клиенты также любят делать реверс shell cardone чтобы эта обратка была лицевой стороной наружу а также конечно же этот штамп сделать на лице чтобы все сразу видели что у них harwin вы просто для эстетики здесь кожа шкурка размере xl и 23 дециметра здесь же около 17 дециметров немножко отрезано уже сверху ну да ладно еще раз сравним лицо здесь вот так если положить просто они немного от ракада темнее чем от harwin если же посмотреть их на свет конечно отличие сразу же видно ну и ценник конечно же отличается от ракада за дециметр идет около 1300 за кожу первого сорта без дефектов ну harwin начиная от двух с половиной до трех тысяч примерно за дециметр если заказывать у нас через поставщиков но мне сказали что сейчас очень проблематично я забрал последнюю шкурку от последнюю лепешку от harwin поставщик сказал что мы дальше время не ожидается поэтому грех было оставить ее лежать пусть она лучше будет у меня если вдруг захочется сделать из нас что-нибудь очень уникальное сейчас мы посмотрим на все все шкурки на все лепешки сразу же чтобы немного подытожить будут лежать темно-зеленые положим ракада бургунди рядом положим цвет номер восемь от арвин так наблюдая за ними можно сразу же посмотреть отличия по свету сейчас не идет дневной свет более натуральный и он максимально передает оттенок кожи все спасибо за просмотр надеюсь вам нравится кожа шелкардован и эти обзоры пишите какая кожа вам больше понравилась предпочитаете ли вы обратную часть лицевой или наоборот пишите ваше впечатление если вы работали с кожей или у вас есть что-то из нее и напишите напишите что комментарии спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока что-то из них что-то из нее что-то из них что-то из них нет